Здравствуйте, приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу показать вам свой второй заказ по каталогу Фаберлик номер 14-2016. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной и всем желаю приятного просмотра. Я очень довольна этим заказом и я хочу и спешу поделиться всем с вами. Что-то я брала по купонам, что-то по выгодным предложениям и первое, что я вам покажу, это будет вот эта новинка мыла. Я не очень хотела его брать, но взяла все-таки в запасах, потому что я таким сейчас пользуюсь уже. У меня второе мыло идет, это уже третье будет. Это новиночка и вышло мне оно очень дешево, я сейчас не помню точно сколько, но по-моему где-то рублей 60 или 70. Мыло для кухни с цветочным ароматом Орхидеи. Вот такая новиночка, оно идет также кремовое, очень густое. Мыло идет в объеме 300 мл, на самом деле устраняет запахи, как я еще знала по первому своему цветочному. Сейчас у меня яблочко стоит и это у меня уже будет третье. У этого очень приятный аромат цветочков Орхидеи. Такой он очень приятный, мне почему-то он напоминает, я конечно не пробовала запах кондиционера, но мне напоминает он запах кондиционера для белья. Артикул 1121.0 этого мыла. Буду пробовать, но так как я это мыло знаю, просто оно, наверное, отличается запахом, я могу его посоветовать. У меня это уже третья упаковка. Следующее, это я повторила уже, получается, взяла пятый раз и повторила я себе средство для мытья посуды с экстрактом малины. Мне оно очень нравится, я вам могу посоветовать. 500 мл, оно идет 0+, то есть можно мыть детские бутылочки, разные игрушки, фрукты, в общем, их тоже можно мыть. Оно не остается на посуде, на руках, но не раздражает руки, что мне очень нравится, в отличие от того же самого Фейри. И оно очень хорошо пенится, что мне нравится. Но я его не использую в концентрированном виде, а использую его прямо так, потому что это средство жидковато. Именно с малиной имеет такой аромат малинки свежий, приятный. Для меня даже не очень это химический запах, бывает намного более химозный. В общем, тоже могу посоветовать присмотреться. Хорошее средство. Следующее, что я вам покажу, это повторные мои покупочки от духов. Я вам покажу их сейчас. В общем, это такие миниатюрка такая, которую я планирую подарить Лёле. Лёль, привет, если смотришь меня, мы должны встретиться завтра, завтра, суббота. Сегодня я в пятницу снимаю видео, и я подарю, скорее всего. У меня есть такая миниатюрка, это аромат мелоди. Я более подробно о нём говорила в том видео, когда купила эту миниатюрку. То есть, она идёт запечатанная, я её буду дарить. У меня уже есть такая. И теперь я решила взять полноразмерный флакон, чтобы он у меня был дома. Это я взяла по купону. У меня была скидка 45% на парфюм. Я взяла что-то, по-моему, мне вышло 670 или 600 рублей. В общем, очень дёшево, по сомнению с тем, сколько эта водичка стоит в каталоге. Она пришла зафольгированная. Сейчас я вам покажу эту красоту. Это такой, как бы, амбрес красного в оранжевый. Очень красивый флакончик. Он у меня будет стоять дома и меня радовать. А маленькую, 15 мл, я ношу на работу и с собой в сумке. Запах фруктово-цветочный. Очень хороший, классный, приятный. Мне он нравится. Могу его посоветовать. Мне кажется, он идёт абсолютно без возраста. Название мне нравится, потому что всё-таки я его ассоциирую со своей профессией. Учителя музыки. Мелодия имеет непосредственно к этому отношению. У меня, в общем, хороший аромат, но, к сожалению, он не очень стойкий. Наверное, я его ощущаю часа 3. Его стойкость, наверное, часа 3-4. Но очень красивый флакон. Буду с удовольствием пользоваться. И коробочку тоже оставила вам показать. Следующие продуктики, которые я вам покажу, это будет тоже по купону. Ещё один покажу. И две вещички, которые я вообще приобрела прямо на подокте выдачи. И перейдём к одежде. Вот такая вот помадка от Faberlic. Это новая серия воздушный поцелу. Я взяла и на этот раз я угадала с оттеночком. Одну такую помадку я не совсем угадала. Просто открыла, посмотрела, даже не пробовала. Я буду присылать Настеньке Зарецкой привет тебе. И мы с тобой завтра уже обмениваемся. Завтра, субботу я управляю посылку утром. Вот себе я взяла вот этот оттенок, который у меня сейчас на губах. Ярко-розовый. Я не помню его название, но я вам скажу артикул. Артикул 43080. Эта помадка идёт в таком красивом розовом цвете. Она в тюбике кажется более персиково-розовой. Но на самом деле у меня она идёт просто такого яркого, не совсем даже яркого, красивого розового цвета. Помада очень комфортная на губах. Она хорошо наслаивается, мягкая, приятная. Мне она очень понравилась. Сейчас я вам сделаю её сводч. Она вот более розовая получается. Но она не совсем, как сказать, не совсем светлая. То есть она не выберивает губы. Что плюс. То есть она подойдёт как блондинкам, так и брюнеткам. И она не совсем яркая. То есть подойдёт на повседневность. Помада очень довольна. Хорошая, комфортная на губах. Пока не знаю скатываться на полосочку. Не отношу я её где-то час-час. Примерно. Но это в несколько слоёв. Очень нравится. Могу подсоветовать. И ещё что хотела сказать. Отметить в последний раз. Покажу быстренько. Это золотистый дизайн. Многие девочки уже отметили. Очень красивый. Дорого, богато смотрится. А цена... У меня эта помадка вышла просто за 220. Без купона. Очень недорого. Буду с удовольствием ей пользоваться. Два продуктика по купонам. Пока не пользовалась тушь от Фаберлик. Не помню, как называется. В общем, которая идёт с такой щёточкой в виде песочных часов. Я её взяла себе. Потому что у меня тушь сегодня перестала моя работа. Это Тайван. Я взяла на смену вот эту тушь. Она идёт в обычном таком запахе туши. Пока я её не пробовала. Но я думаю, что она должна давать благодаря своей щёточке неплохой объём удлинения. Мне её продали по цене консультата. Она стоит в каталоге 249 рублей. Мне её продали за 199 рублей. Такие деньги просто прекрасно. Буду с удовольствием пользоваться. И отзыв вам расскажу попозже, когда я её распробую. Это я приобрела на пункте выдачи. Не добавляла в заказ. И также на пункте выдачи я хотела с сыном. Мы ему взяли вот такой бальзамчик. К сожалению, вчера он у меня сломал какой-то апельсин. Я его не показала в пустых баночках, потому что я его просто выкинула. И мы ему взяли вот такой космический бальзам для губы для детей 3+. Он такой же с инопланетянином. Ему очень понравился. Артикул 2319. Цену я в текущем каталоге, к сожалению, не подскажу. В общем, 10 мл идёт. И идёт он с носиком. Те, у кого детки ломают вот такие вот бальзамы, то лучше брать с носиком. Имеет он очень приятный такой фруктовый с кислинкой аромат. Мне понравился. Сыну понравился. Он сам его может выдавить и намазать на губы. Правда, ему больше его сейчас нравится есть. Ну ладно, будем ему говорить, что надо его не кушать, всё-таки на губках оставлять. В общем, сыну этот бальзам понравился. Это самое главное. Мы его взяли. В следующем каталоге в 15-м он, по-моему, идёт за 79 рублей всего лишь. Так, и последняя, так скажем, фишка моего гвоздь программы, фишка моего заказа – это юбка. Я так долго думала взять непрямую юбку или взять неплессированную юбку. В общем, смотрела я видео, сравнивала. И я вот эту блудку вам сейчас покажу. Ещё раз, не знаю, будет видно или нет. Но это вот блузка от Фаберлик, которая идёт с люрексом. Я сейчас в ней ещё серёжечки к ней подобрала, такие серебристые. Ходила я уже именно так на работу. В макияж не обращайте внимания, он у меня скорее к маникюру сделан, чем к данной одежде. И я взяла себе плессированную юбку. Я уже мерила её с данной кофтой и вообще, в общем и целом. Плессированная юбочка выглядит вот таким образом. Я сейчас не буду показывать в кадре. Вот такая она. Она всё-таки... Сейчас у меня... Пробую сделать чуть-чуть побольше света. Сейчас у меня дневное освещение. Она видно, что она бронзовая. Она не золотая, всё-таки ближе к бронзе. Бронза немножко даже уходящая, такой зелёно-болотной. В общем, я пока не снимала опознавательные знаки, чтобы вам показать. Здесь идёт молния. Юбка хорошо прошита, ниточки не торчали. Я брала себе в 48-м размере. Сейчас я вам скажу, что здесь написано. Юбка 100% полиэстер. Цвет золотой, но я уже сказала, что он всё-таки бронзовый. Артикул 48-го размера, извините, 83-765. Сделана в Китае. Она не тянется абсолютно. То есть, это не резинка, это просто как ленточка такая. И сложно, наверное, будет её прогладить. Ну, в общем, эта юбка идёт с подкладкой. Подкладка чёрного цвета. Сейчас я вам покажу. Вот такая вот подкладочка мне просвечивает. Она идёт по коленам. А сама юбка идёт ниже икры всё-таки, наверное. То есть, она довольно длинная. Юбка мне понравилась. Она мне по размеру подошла идеально. То есть, я угадала полностью с размером. Она мне не мала, не велика. Я скажу кратко свои параметры. То есть, может быть, кому-то она будет... У меня объём талии 77-78 сантиметров. То есть, мне по талии она только-только. Если у вас больше талии, может быть мала. Если меньше, может болтаться. То есть, где-то 75-76-77-78. Ну, максимум 79 талии. Она будет как раз... Её можно поднимать вверх, чтобы она была чуть-чуть повыше смотрелась. По бёдрам у меня, по-моему, 105. Объём бёдр, может, 104. По бёдрам есть запас. То есть, она здесь может быть и в бёдрах больше. Вот. Но это, наверное, всё, что я вам хотела сказать и показать. У меня уже сейчас сын проснулся, и мне звонят по телефону. Поэтому я желаю всем здоровья, счастья, радости и до новых встреч. Пока-пока.